Здравствуйте, меня зовут Нина Павлова, и я сегодня хотела бы рассказать о новой книге, которая вышла в издательстве Архипелага, и это книга «Марфа спешит на помощь». «Марфа спешит на помощь» — это продолжение истории про свинку Марфу и ее старушку Агрепина Витамина, и вообще всех обитателей Сосновки, которая уже выходила в Архипелаге раньше, в 2020 году, называлась «Марфа из Сосновки». Для тех, кто не читал, или для тех, кто читал и под собой, напомню, что в первой книге Марфа загадывает у Деда Мороза подарок, попросит подарок, одноместный свинячий ледокол для одной свиньи, чтобы ездить в нем в библиотеку, которая находится за прудом, потому что пруд застыл зимой, и очень сложно добраться до него, если у тебя копытца. И, конечно же, Дед Мороз приносит ей этот подарок, одноместный свинячий ледокол для одной свиньи, потому что никто не может устоять перед очарованием Марфы. И вот как раз продолжение книги «Марфа спешит на помощь» — это сборник рассказов, в котором действие будет происходить зимой, и этот одноместный свинячий ледокол станет одним из основных, ключевых, действующих персонажей. Эта книга тоже иллюстрировал художника Андрей Крысов, так же, как и первый, поэтому там точно такие, да-да-да, ну не точно такие, там такие, тоже потрясающие иллюстрации. Вот я сейчас покажу несколько. Очень яркие акварельные иллюстрации. Это, наверное, первое, на что обращают внимание все дети. И вот тут хотел показать ледокол, этот одноместный свинячий, который будет называться «Бесстрашный», но так он будет называться очень недолгое время, потому что Марфа случайно сотрет три буквы, и ледокол «Бесстрашный» превратится в ледокол «Страшный». В этой книге Марфе тоже предстоит навести порядок очередной раз в Сосновке, и более того, она все-таки доберется до библиотеки, где тоже наведет порядок. Например, разберется с Пушкиным и Достоевским, которые почему-то рисовали книги без картинок. Справится с настоящим крокодилом, который зачем-то забрался в деревню Сосновку. Ну, хотя понятно, зачем, конечно же, съесть вкусную свинку. Ну, случайно сломает фотоаппарат поисков той самой птички, которая должна вылетать оттуда. Я вот расскажу, что это просто моя личная мечта, я очень боюсь фотографироваться, очень люблю, и всю жизнь мечтала сломать какой-нибудь фотоаппарат. Но мне такой случай не представился, и поэтому я уговорила Марфу сломать какой-нибудь фотоаппарат, который есть в Сосновке. Но помимо того, что в этой книге Марфа будет все так же наводить порядок, а по-нашему просто безобразничать, тут ей предстоит совершить настоящий подвиг, потому что заболеет любимая свинья Агриппин-Витаминная... Любимая курица Агриппин-Витаминная Алифтина, и, к сожалению, у Сосновки не будет лекарства для того, чтобы ее спасти. И Марфа поймет, что это как раз тот самый момент, когда все надо взять в свои копытца, и на этом свиньячьем ледоколе отправиться в ближайший город за лекарством. Ну, не хотелось бы делать спойлер, но, конечно же, все в конце концов закончится хорошо, потому что, ну, просто это хорошая, добрая детская книга. Ну, и вообще всегда все в жизни должно заканчиваться хорошо. Она спасет свинку, курицу Алифтина, и в результате все будет счастливо. Ну, и, наверное, если первая история помогала, ну, наверное, читателям как-то посмотреть на себя, ну, так может быть, немножечко иронично, и так оцените количество Марфа в себе по шкале от 1 до 10, то эта книга, наверное, немного о том, что иногда приходится принимать какие-то сложные решения, брать на себя ответственности, и иногда никто не сделает что-то важное, кроме тебя. И я сейчас хотела бы почитать небольшой отрывок из этой второй части, как раз самый такой кульминационный момент, когда Марфа на одноместном свинящем ледоколе отправляется в ближайший город за лекарством для курицы Алифтины. Называется глава «Марфа и окрабление века». Марфа спрыгнула с крыльца и оказалась по поясу снегу. Тропинку уже успела замести. Вся сосновка теперь напоминала огромное пирожное безе. В огне курятника, словно маяк, горел красный гребешок Марса. Марфа добралась до свинарника, с трудом открыла уже порядком занесенную дверь и нырнула внутрь. «Ледокол, просыпайся, дело есть!» – позвала она и ткнула ледокола блестящий бок. «Страшный!» – браво блеснул золотыми буквами ледокольчик, что означало. «К делу всегда готов!» Марфа сделала несколько шагов назад, разбежалась и сходу врезалась пятачком в ледокол. Ледокол проехал по снегу не больше пары Марфиных шагов и остановился, виновато сверкнув красными боками. Свинка без сил упала на проторенную ледоколом тропинку. «Уже скоро смеркаться будет, а они еще даже до калитки не добрались!» Она глубоко вздохнула и с трудом встала. «Ну, еще разок! Сейчас уж точно должно получиться! Они совсем рядом с калиткой! Вот только выкатить бы ледокол на улице, а там…» Марфа выглянула на занесенную снегом и абсолютно безлюдную улицу. «А там? А там!» – подумает. «Нечего отвлекаться! Пока надо хоть до калитки дотолкать!» Она снова уперлась в ледокол и оттолкнулась из последних сил. Ледокол дернулся, подпрыгнул на укрытые к снегам кочки и неуклюже завалился, стыдливо зарываясь с носа. Марфа ойкнула от неожиданности и, не удержав равновесия, полетела следом за кораблем. Крошечные колючие снежинки зло вцепились ей в пятачок, ушки и шею, залезая под шарф и шапочку и стараясь уколоть побольнее. Марфа вынурнулась с укропа, сердит и стряхнула у себя снег, разбежалась, и он маху влетела в ледокол. Пятачок больно ударился о гладкий холодный бок. Ледокол даже не шелохнулся. Марфа обессиленно привалилась к поверженному кораблю. План не сработал. Ее единственный план. Единственный план спасения ее Алифтины. Марфа задрала пятачок к небу и протяжно завыла, как водят волчата и маленькие свинки с разбитым сердцем, которым так и не удалось спасти курицу. Бестолковую, вредную, ленивую, но все равно такую родную и любимую курицу. Марфа медленно встала и побрела к свинарнику, с трудом переставляя тяжелевшие ноги. Неожиданно пятачок уперся в преграду. Преграда была пушистой и пахла свежепережеванным шарфом. Марфа подняла голову и удивленно хлюкнула. На протоптанной ей и ледоколом дорожке стояли Дуся с Мусей. Дуся выплюнула шерстяной платок с большими бордовыми розочками и упростительно икнула, мотнув головой в сторону ледокола. — Вы что же, помочь хотите? — недоверчиво спросила Марфа. И посмотрела на ветстар, будто видела их в первый раз в жизни. — Серьезно? — Ко! Дверь курятника скрипнула, и на пороге возник петух Марс. Он махнул крыльями, тряхнул гребешком и, умоляюще, устаивался на Марфу. — Но если вы действительно хотите помочь... Марфа перевела взгляд совестной петуха и обратно, и внезапно почувствовала, как ноги снова стали легкими. — Попробуем еще раз за мной! — приказала Марфа своей маленькой команде и решительно, сдернув пятачок, направилась к застрявшему ледоколу. — Прямо, влево, право руля! — покрикивала Марфа, сидя в ледоколе. — Кокрико! Кокрико! — надрывался Марс, беспорядочно мотаясь на руле. — Бе-ме! — монотонно бубнили овцы, толкая ледокол вперед. Первый в мире свинячий ледокол на вечьей тяге на всех парах несся по сосновке, раскидывая по сторонам горы снега. Дорога бельнула влево, дома поредели, сменившись кустами и молоденькими елочками. — Быстрее! — торопила Марфа! Дуся с Мусей подпрыгнули и стали толкать еще сильнее. На снегу показались две полосы. Они отбежали от домов и попозли рядом с ледоколом. Змеи тащили в аптеку и отставать на лекарство от радикулита, догадалась Марфа. За ними, за следами, — скомандовала она, — с видом бывалого флотоводца. — Ко! — залихватски крикнул Марс и крутанул руль влево. Елочки и кусты закончились, дорогу повернула вправо и нырнула в лес. Снега стало еще больше. Свет померк, запутавшийся в снежных макушках сосен и среди старых расслабистых елей. Марфа поглубже вжала сиденье, стараясь не потерять из виду змеиные полосы. Марс прыгнул с руля и устроился рядом. — Страшный! — страшный! — сверкал золотыми буквами ледокол, испуганный вертя носом вправо-влево. Елки склонили к ледоколу, потяжелевшей от снега макушке, и с любопытством трогали его мохнатыми лапами. Мусь и Дусе тяжело засопили. Ледокольный двигатель работал с последних сил. Но еще чуть-чуть умоляюще крюкнула Марфа. Ледокол, спеша за следами, пересек лесную полянку, обогнул заметенную волну, выехал с тропинки на широкую дорогу и, подпрыгнув на очередной спрятавшейся под снегом кочке, неожиданно покатился вниз. Дусе с Мусей подняли пол, выизумленно уставились на ледокол, внезапно научившись обходиться без овечего двигателя. — Скорее бегите домой! — Нигде не задерживайтесь! — хрюкнула Марфа и судорожно вцепилась в руль. Ледокол летел вниз все быстрее и быстрее. — Шны! Шны! — шикали на разбегающихся белых, поблескивающие из-под снега буквы. Сбитнув снежный вихрь, они пронеслись мимо какой-то фигуры зеленым комбинзонем. Фигура мгновенно превратилась в снеговика. Марс, испуганно кукарекнул, закрыл глаза и, при признаков жизни, свалился на дно ледокола. Марфа зажбурилась. Дорога сделала пару опасных виражей и, наконец, выскочила из леса. Ледокол пронесся между двумя рядами ровных кустов и очутился на ярко освещенной улице. Марфа приоткрыла один глаз. Справа мелькнула зеленая вывеска, точно-точно такая, как на аптеке, у них сосновки. «Аптека!» – обрадовалась Марфа и дернула руль вправо. Ледокол запрыгнул на тротуар, лихо выбил иску из асфальта, толкнул дверь под зеленой вывеской, ворвался внутрь и, наконец, остановился. «Страшный!» – представился забыхавшийся от быстрой езды золотые буквы. «Страшный, дайте мне с вами больше таблетками о курице!» – выплела Марфа на одном дыхании и распахнула второй глаз. «Добро пожаловать в наш магазин в банке-склянке. Здесь вы найдете все, что нужно для дома!» – пролепетала девушка за прилавком и сползла по стенке на пол. «Караул!» – тихо выкрикнула какая-то старушка у прилавка. «Ой, какая свинка!» – хихихнула маленькая девочка в розовом комбинзоне. «Крабит!» – неожиданно сообщил стоящий при входе пузатый гражданин в синей форме и поднял обе руки вверх. «Кто?» – ахнула Марфа и с интересом закрутила головой. «Никогда не видел настоящего грабителя, только разбойницу!» «Извините, это вы грабители?» – вежливо спросила она у дяденьки с новым веником в руках. Дяденька испуганно попятился и скрылся за стойкой с кухонными кальонками. «Что надо этой свинье?» – громким шепотом спросила девушка-продавщица, осторожно выглядывая с под прилавка. «Откуда я знаю? Она хрукает!» – таким же громким шепотом ответил гражданин в форме и сделал несколько осторожных шагов в сторону. «Так подойдите к ней и узнаете!» – прошептала девушка-продавщица. «Я боюсь!» – честно признался гражданин в форме. «Я тут охранником работаю, а не дрессировщиком. Меня от свиней в магазинах хранить не учили!» «Мне от меня не надо охранять!» – миролюбиво хрюкнула Марфа. «Я за лекарством приехала!» «Действительно, хватит бояться!» – вмутила старушка, пряча за колонной замалюрованных ведер девушку-комбинезонную. «Это всего лишь свинья, хоть и на ледоколе. Подойдите и узнайте, что ей надо!» «Она, наверное, просто кушать хочет!» – писала девушка-просивца из-за ведер. «Свинья травоядная!» – блеснула знаниями девушка-продавщица. «Я бы не был, так в этом уверен!» – сразил охранник. «У нее в ледоколе подбитый петух! Зачем травоядной свинье охотится на петуха?» Марфа вернулась на Марса и тяжело вздохнула. «Да нет, он не подбитый! Он просто испуганный!» «Эй, вставай!» – она силом ткнула Марса в бок. Марс осторожно открыл один глаз и обглядел магазин. «Дайте мне, пожалуйста, лекарство для моей больной свиньи. Мы поедем обратно!» – фрукнула Марфа и зубами выдернула из-под шарфа бумажку с ограниченными буквами. Она ловко выпрыгнула из ледокола и решительно двинулась к охраннику. Охранник попятился. Марфа продолжила наступление. Охранник сделал еще несколько шагов и уперся спиной в стойку с клеенками. «Вот, пожалуйста!» – вежливо сказала Марфа и сунула листочек в руку охраннику. «Что там?» – слепопустно спросила девушка-продавщица. «Я знаю, это ее требования», – уверенно сказала старушка. «В новостях вчера одно только у бандита показывали. Он тоже ворвался в магазин и не отпускал никого, пока ему не дали мешок денег и вертолет. Тут буквки какие-то непонятные. Совершенно разобрать невозможно», – растерянно поджалился охранник. «Ничего страшного, я тоже читать не умею. Спокоительно хрукнула Марфа. Попробуйте начать с азбуки». «Дайте посмотреть», – сказал дяденька с феником, – «восовываясь из-за клеенок. Это рецепт. Там на латыни написано», – заключил он. «А-а-а! Так тебе не магазин, аптека нужна!» – раз напротянул охранник. «Зин, слышишь, это не нас! А аптеку грамить пришли!» «Уф!» – облегченно вздохнула продавщица, вылезая из-за прилавка. «Так это не сюда, это соседнюю дверь!» «А я-то уж хотела в полицию звонить!» «А зачем ей лекарство? Она что, болеет?» – спросила девочка. «Действительно, вдруг она болеет, а мы полицию вызвать хотели», – виноват, – сказал охранник. «Не похоже она на больную», – покачала глава продавщица. «Наверное, она для кого-то другого лекарство купить хочет». «Для петуха!» – уверенно заявила старушка. «Вон он какой валяется, полудохлый. Сейчас как раз птичий гриб. Чай по телевизору показывали». «Или еще для кого-то, пожалуй, плечами продавщицы». «Удивительно! Какая сообразительная особа эта свинья!» – с уважением заметила дяденька с веником. «Бабушка, давай ее домой заберем. Этого полудохлого петуха тоже. Ну, пожалуйста!» – заныла девочка. «Ну, как же мы ее заберем, когда у нее дела?» – возразила старушка. «Она же не игрушечная!» «Вот именно, у нее дела, мы тут болтаем, вместо того, чтобы ее в аптеку проводить, сказал охранник». «Я провожу», – вызвался дяденька с веником, вылезая из-за клеенок. «У меня веник все равно уже оплачен». «Он ухватился за руль ледокола, иметьте сидящим на нем Марсом, потянул ледокол к выходу. Марфа двинулась следом. «Осторожно! Там скользкие ступеньки!» – предупредила старушка. «Хрюшка, приходи еще!» – прообещала девочка. «Приходи! У нас в следующем месте просто свинские скидки!» «В смысле, зверские!» – пообещала продавщица. Марфа вежливо хлюкнула и вышла из магазина. Ну, вот этот отрывок, который я как раз хотела прочитать. Ну, если вы прочитаете всю книгу, то в конце даже узнаете, откуда тут появляется еще один персонаж – Син Макар. А если вы слышали, что что-то тут шумело на полу, то это шумела моя Агама, которая, конечно, приспичила обязательно спуститься и топиться к сумасшедшему паркету. Спасибо за внимание!